И мне Юр сказал, что уже есть права, он надав также. Окей, все есть. Так, всем добрый вечер. Семеро одного не ждут, а тут 23. Уже 22 одного и так далее. Я в Киеве. И всем добрый вечер, дамы и господа, друзья, партнеры, гости. Я так полагаю, что все, кто зашел на сегодняшнюю встречу, являются дистрибьюторами. Знаете как, у меня есть одна большая просьба. Каждый раз перед проведением подобных мероприятий, перед выступлением публично я нервничаю. Прикиньте, сколько лет приходится работать с людьми, выступать публично и каждый раз я нервничаю. Так вот, просьба состоит в чем? Есть включенное видео, входим с включенным видео, есть входим без включенного видео. Не знаю, меня как-то с первых дней, это уже два с половиной года, на участие в подобного рода мероприятии просили включать мое видео. Зачем? Мы все с вами взрослые люди. Понятно, никто никого не имеет права контролировать. Но иногда, когда мы принимаем решение в подобного рода публичных обучающих мероприятиях присутствовать и включать видео, мы себя чем-то дисциплинируем. Сегодня такая интересная тема, тема для новичков и не только. Я сегодня расскажу вам то, что, возможно, вы уже слышали, то, что вы постоянно делаете. Буду рассказывать о том, о чем вы знаете. Но сфокусирую ваше внимание на одни очень важные моменты. Я так полагаю, сегодня не длинная, а короткая наша встреча даст в последующем вам, вашим командам через вас хороший результат для увеличения товарооборота и для увеличения качества вашего бизнеса. И тема наша банально простая. То, чего ты еще не знал при работе со списком знакомых. Видите, как я говорю, списком всех моих знакомых, списком знакомых. Вчера я проводил структурное обучение и затрагивал вопросы вообще, что такое список, с чем его едят, зачем это надо. Сейчас я вам очень быстро такие основные тезисы и моменты напомню. Я точно знаю, что вы со списком работаете, он у вас есть, вы его восполняете каждый день и так далее. И вчера разговаривал с одним своим старшим менеджером. Он говорит, миллион раз слушал от тебя это обучение, но первый раз в жизни услышал одну. Одну. И вот об этом одном с него, по сути дела, я и начну. Одно из преимуществ сетевого маркетинга, одно из преимуществ партнерства с компанией Forever является, как вы думаете, что? Одно из первых то, что для начала нашего бизнеса не нужен капитал в виде денег. Но абсолютно любой человек в возрасте, начиная даже от 21 года, в среднем своем окружении имеет 2000 знакомых. То есть капиталом в нашем бизнесе являются люди. И вот сегодня о капитале сетевом маркетинге мы с вами поговорим, где их брать, что с ними делать, как с ними работать, как в этом направлении двигаться, как сделать качество своего бизнеса все лучше, лучше, лучше и лучше. Вот, наверное, это то, что вас должно заинтересовать в первую очередь. И всегда буду просить, чтобы вы контролировали немножко свой микрофон, потому что я права никому не передавал, чтобы нас, по сути дела, в ходе нашей сегодняшней встречи не откликали, потому что никто не знает, чем вы там занимаетесь. Ну, а если вы не выключите микрофон в ходе обучения сегодняшнего, узнают все, и с камерой тоже будьте осторожны. Но лучше, чтобы вы ее, конечно, включили и находились непосредственно в работе. Если вы не взяли в руки еще рабочую тетрадь свою, возьмите, потому что нужно будет сделать некоторые заметки, которые после нашего обучения нужно будет просмотреть. И следующее, о чем бы я хотел вас попросить, что в ходе сегодняшнего обучения, возможно, вы услышите то, чему ваш информационный спонсор вас не учит. Так вот, прежде чем вы начнете приметать подобные рекомендации в своем бизнесе, вам нужно будет получить консультацию у своего спонсора. Вот как скажет, так и поступайте, потому что ответственность, по сути дела, будет лежать и на вас, и на нем. Так вот, список всех моих знакомых. Недавно я просматривал наш основной документ, документ, который, по сути дела, должен быть у каждого дистрибьютора Forever, особенно того, кто стартует в бизнесе. Этот документ у нас называется «Первые шаги к менеджеру». Я думаю, эту книжку вы видели, эта книжка у вас есть, и с этой книжкой, как инструментом, вы, наверное, очень хорошо работаете. Если у вас этого документа нет, я настоятельно рекомендую, чтобы вы в следующем заказе купили этот продукт, сделали заказ, в компании он есть, никаких проблем, получили. И пусть в последующем книга, которую придумала бриллиантовый менеджер компании Forever в Великобритании Джейн Линч, как для миллионов дистрибьюторов Forever, для вас также стала настольным пособием. Именно это, которое называется «Первые шаги к менеджеру». Я не буду рассматривать первую страницу, но то, что касается нашей сегодняшней темы, скажу так, что с определенного момента здесь есть определенные рекомендации, которые необходимо в последующем нам начать использовать при составлении списка знакомых. Но здесь в отношении списка знакомых есть немножко другие рекомендации. Есть страницы 15-я, 16-я, есть страницы 17-я, 18-я. И вот смотрите, что я здесь нашел. Нашел первую проблему. Список моих 100+. То есть список моих более 100 человек. Несите в этот список всех, кого может заинтересовать ваш бизнес. И это и есть проблема. Потому, чтобы у вас подобного рода проблем не было, ну не было, начнем с простого. Сколько у вас должно быть списков? Кто-то скажет один. Список моих потенциальных партнеров, клиентов. То есть когда-то я так начинал. Мне сказали, что тебе необходимо составить список потенциальных партнеров и клиентов. И вот здесь у меня возник определенного рода супер, потому что я начал в своей собственной голове перебирать людей и принимать за них определенные решения. Купят, не купят, подпишутся, не подпишутся, будут строить бизнес или не будут строить бизнес. Потому, что с сокращением времени, говорю так, списков должно быть три. Первое, что у вас должно быть, это список всех ваших знакомых. Абсолютно всех. То есть в этот список вы пишете всех, кого когда-либо в своей жизни встречали, и всех, кого-либо в своей жизни вы знаете. Алкоголики, наркоманы, коллаборанты, сепаратисты. Пишите абсолютно всех, не принимая ни за кого никакого решения. Форму я покажу немножко дальше. Второй список, который у вас должен быть, второй, он называется список потенциальных клиентов в скобках партнеров. Видите, как интересно, поставил потенциальных клиентов в скобках партнеров, а не партнеров, в скобках потенциальных клиентов. Потому, что я больше чем уверен, что 80% людей, которые присутствуют на сегодняшней встрече, это те, которые познакомились с бизнесом forever через продукт, убедившись в качестве этого продукта, начав рекомендовать его в своем окружении. Вы еще узнали о том, что за эти рекомендации вы можете по определенному плану получать вознаграждение. Потому, что второй список, это список потенциальных клиентов, потенциальных партнеров. То есть, людей частично со своего списка всех знакомых, не всех, вы переносите в этот список. И третий вид списка, который вам нужен, он называется рабочий список. Рабочий список обычно мы составляем на месяц. То есть, это те люди, с которыми в течение месяца я планирую поговорить о бизнесе, и те люди, которых я в течение месяца планирую познакомить с продуктами. Так как список составлен на месяц, он может быть квартальным, он может быть полугодовым, годовым, он может быть еще на одну неделю. То есть, когда вы подходите итоги своей недели, не знаю, когда вы это делаете, в пятницу вечером, или в воскресенье вечером, и планируете следующую неделю, один из документов, который вами должен быть отработан на миллион процентов, это список ваших потенциальных клиентов и партнеров, которые являются как бы частью или рабочим вашим списком. Решили? Три списка. Три. Многие на сегодняшний день онлайн-тренера, которые развивают свой сетевой маркетинг через интернет, они говорят, научи устроить тебя бизнес без списка знакомых, без приглашений, без всего остального. Точнее, эти онлайн-тренера, они были, но их сейчас уже нет. Их нет давно в бизнесе, их услугами, по сути дела, большое количество людей перестало пользоваться, потому что в том, что они говорят, есть некая неправдивая информация. Вы многократно слышали о том, что цели в своей жизни, их необходимо записывать на бумагу. Слышали об этом? Я знаю, что все свои жизненные цели вы обязательно пишете, их хорошо прорабатываете, но сегодня не эта тема. Так вот, список имеет такое же непосредственное отношение для взаимодействия нашего, как людей, сознания с нашим подсознанием и для взаимодействия нашего подсознания с надсознанием, вселенским разумом, природой, Богом, как угодно вы это назовите. То есть, когда мы обдумываем образ того или иного человека, внося в его свой список знакомых, а потом, когда мы его переносим в список своих потенциальных клиентов и партнеров, мы в отношении этого человека формируем некий положительный образ того, как он покупает продукты, как он пользуется продуктами, как он регистрируется в бизнес, как он стартует в бизнес. И вот благодаря вот этим ментальным действиям, взаимодействия нашего подсознания и надсознания происходят чудеса. Те люди, которых вы вспоминаете и обдумываете, они начинают вам звонить сами. Те люди, которых вы вспомнили и обдумали, вы их встречаете, не встречав до этого 5, 10, 15, 20, 30 или 40 лет. То есть, в жизни на самом деле происходят чудеса. Маленький пример того, просто расскажу, встретили вы кого-то из своих знакомых, и есть некий третий знакомый, о котором вы вдвоем вспомнили, или один из вас напомнил друг другу. После того, как вы поговорили об этом человеке, когда вас вызвал интерес, человек, которого вы давно не видели у обоих, происходит чудо. Только вы распрощались с этим человеком, заходите за угол дома и встречаете того, кого уже давным-давно не видели и о ком только что говорили. Понимаете, о чем я говорю? То есть, я говорю вот о том, что называется чудеса, которые, ну, по сути дела, среднестатистический человек объяснить не может. Потому, так как мы записываем цель, которая потом материализуется в нашей жизни, то же самое необходимо делать в отношении людей со своего списка, которые в последующем будут материализоваться, как ваши лучшие клиенты, и будут материализоваться, как ваши лучшие партнеры. В отношении написания списка все банально просто. Всех людей, которых мы знаем, вы можете взять себе это как за алгоритм. Мы можем поделить условно на три категории. Треугольник. Вот этот треугольник себе напишите. Это кто? Это знакомые, это наши друзья, и это наши родственники или наша семья. А теперь смотрите. Если вы начнете писать список всех своих знакомых, вносите туда имена, фамилии своих знакомых. Их будет достаточно много. Затем вы перейдете к разряду своих друзей, их тоже туда внесете. Затем не забудете о всех своих родственниках, о всем своем родословном дереве. И внесете туда последовательность внесения людей этих трех категорий. Неважно, как удобно, так и начинайте. А теперь, что касается расширения списка наших знакомых. У ваших близких, у ваших родственников также есть знакомые, друзья и родственники. Правда? Следующий треугольник. И вы начинаете вспоминать, кого из знакомых, друзей и родственников, своего родственника вы знаете. Затем, что касается ваших знакомых. У них тоже есть родственники, друзья и знакомые. Правда? У них свой треугольник. И вы начинаете вспоминать, кого из окружения этого человека вы знаете. Затем, что касается ваших друзей, та же схема. У них тоже есть родственники, знакомые и друзья. И вы начинаете вспоминать. Затем этот треугольник в последующем вам сослужит неимоверную услугу в том, когда вы будете брать рекомендации. Кого из своих родственников, друзей или знакомых ты мог рекомендовать бы мне в качестве клиента или пользователя продукции? Кого из твоих родственников, друзей и знакомых мог бы заинтересовать этот продукт? Кто из твоих родственников, друзей и знакомых интересуется возможностью создания своего собственного дела? Возможно, кто-то ищет возможность подзаработать 200-300 долларов в месяц или так далее. То есть всегда этих три категории людей. Благодаря этим трех категориям людей вам легко будет составить список подобного рода формы. Для составления списка всех своих знакомых, для составления списка своих потенциальных клиентов и партнеров, и для рабочего списка нужно, чтобы у вас были отдельные гроссбуки, может быть, толстые на 90 с чем-то листов формата А4 тетради. Возможно, это будет тетрадь А3. И вот какие рекомендации, исходя из моего опыта, я мог бы дать. То есть есть определенная форма, номер по порядку, фамилия, имя, отчество, дата рождения, телефоны, никнеймы в соцсетях, домашние адреса, где познакомились, что я об этом человеке знаю, и примечания. Если вы, к примеру, берете формат А3 или А4, все равно списки лучше составлять не вертикально, а горизонтально. То есть эта таблица вертикальная, она не будет совсем хорошо выглядеть. То есть горизонтально это значит не так, а вот так. То есть отдельно вы можете использовать листы формата А4, которые размещать можете в файлы. И эти файлы складывать в такие большие папки, где есть определенные защелки. Есть небольшие тетради формата А3 с определенного рода защелками, где вы можете также накапливать большое количество этих файлов. Затем, когда вы пишете горизонтально, на каждой странице нужно, чтобы у вас было записано не больше трех человек. Три человека на странице. Всего лишь. Много это или мало, я не знаю, но всего лишь три. Затем пишите на титульной стороне. Затем следующих три человека пишите опять здесь. Следующих три человека пишите опять здесь. Тыльная сторона листа, на которой вы написали три человека, будет посвящена этим трем людям. Потому что, что касается заметок и примечаний в отношении каждого отдельно взятого человека, их, поверьте мне, будет достаточно много. Опять же, в нашем методическом пособии первые шаги к менеджеру есть такая таблица. Она немножко расширеннее, чем та, о которой я говорил. Вы можете посмотреть мою рекомендацию, можете пересмотреть эту рекомендацию, использовать одну или вторую, или сделать что-то два в одном. И чем больше людей в вашем списке, тем большим капиталом для развития и строительства бизнеса вы обладаете. Очень часто мы сталкиваемся с таким возражением, особенно в ходе войны, вот сейчас, во время войны, когда люди переехали с одного места в другое, не будем глубоко ковырять причины, по которым кто-то выехал за пределы Украины, кто-то временно перемещенный на территорию Украины, то есть действительно приехал в какой-то определенный город, вызванный приезд с жуткими, страшными необходимостями, человек действительно может сказать, а ведь у меня-то на самом деле никого в этом городе нет. Но у первого человека, которого этот человек встретит, обязательно есть родственники, друзья и знакомые. То есть обладая определенной интеллектуальной собственностью, это модель строительства нашего бизнеса и науки, связанные с моделью построения бизнеса с компанией Forever, управления бизнесом с компанией Forever, знание продуктов, у вас никогда в жизни не будет возникать каких-либо проблем в отношении строительства нашего предприятия, куда бы вы, по сути дела, не приехали. Всем людям нужны продукты, всем людям нужно свободное время, всем людям нужны деньги в неограниченном количестве. Я думаю, с треугольниками разобрались, с методикой написания списка, с таблицами разобрались, а сейчас то, о чем вы, наверное, раньше никогда не слышали. Помимо того, что у вас будет составлена определенная форма вашего списка, то ли отдельно, то ли на тыльной стороне, где выписаны эти три фамилии или три имени, вы составляете в отношении каждого человека эту табличку, или же ведете эту табличку, связанную непосредственно со списком, как четвертый документ. Есть такое понятие, как категорирование, есть такое понятие в севом бизнесе, как продвижение наверх. Вот сейчас я немножко на эту тему с вами и поговорю. Я даже слайд подготовил. Нарисуйте звездочку. И сейчас мы с вами проделаем простую практическую работу. И я попрошу, чтобы каждый из вас в этой работе поучаствовал непосредственно со мной. Нарисовали звездочку. У звездочки есть пять лучей. То есть пять категорий или пять характеристик, пять ценностей, по которым мы будем категорировать каждого отдельно взятого человека. То есть помимо этого верхний луч, он называется банально просто, номер один – это масштабность мечты. Что это такое? Степень желания человека получить что-либо в своей жизни. Это первый критерий оценки. Второй критерий оценки – это состояние здоровья. Здоровье, вы сами знаете, важнейший элемент при работе со списком, так как в случае известных вам проблем со здоровьем вы можете рекомендовать человеку из списка потенциальных партнеров-клиентов варианты решения его проблемы. И также этот критерий оценки нам необходим для того, чтобы определиться, в первую очередь, это потенциальный партнер или это потенциальный клиент. Третий критерий оценки – он называется обучаемость. Обучаемость человека, она оценивается по его готовности к восприятию новой информации, его настроения. То есть, по сути дела, большинство из вас являются обучаемыми людьми. Расскажу вам историю. Где найти потенциальных лидеров? Первая характеристика любого потенциального лидера – он обучаем. Это не всезнайка, который все знает, что бы вы ему ни рассказали, он все знает, он все об этом слышал. То есть, он может быть эмоционален, амбициозен, но человек, который все знает, он не является, по сути дела, потенциальным лидером или лидером. Как правило, это наоборот – псевдолидер. Первое качество любого лидера – это обучаемость. Откуда я это узнал? Достаточно долго, занимаясь строительством сетей, организуя товарообороты для компании Forever, это 11,5 лет, я встретил тысячи людей, которые были обучаемы, которые были не обучаемы. То есть, и все лидеры в моем бизнесе, начиная с уровня супервайзера, это, как правило, категория обучаемых людей. Когда-то я слушал тренинг в исполнении одного очень известного спикера, оратора в индустрии сетевого маркетинга. Зовут его Том Шрайтер, псевдоним у него есть большой L, и он рассказывал свою историю, что на протяжении целых семи первых лет строительства своего сетевого бизнеса он не мог спонсировать ни одного лидера. Были клиенты, были просто дистрибьюторы, каких можно назвать потребителями со скидкой, но не было лидеров. И затем один из дистрибьюторов, работающих параллельно, ему подсказал, тебе банально просто будет выявить эту категорию людей, которые нужны для твоего эффективного развития бизнеса, сфокусировав внимание на такое качество, как обучаемость. Что делал Том Шрайтер? Он брал книгу Джима Рона «Семь стратегий достижения богатства и счастья» и раздавал ее людям в своем окружении. Те, которые ее прочитывали за 2-3 дня и возвращали, как правило, и высказывали свою точку зрения, это и были обучаемые люди. Гораздо большее количество людей возвращало эту книгу, так ее и не открыл на нужной странице. И всех тоже возник вопрос, а как вы определили, что этот человек не открывал эту книгу? Да все банально просто. Просто на 10-й странице, между 10 и 11-й, я ложил 5 американских долларов. И бывало так, если человек говорит, я в твоей книге нашел 5 долларов, значит, он, по крайней мере, ее листал. Категория людей, которая возвращала эту книгу с 5 долларов, внутри ничего нового для себя не узнал, как они говорили, по сути дела, ее не читала. Потому первое лидерское качество, вы четко должны понимать, это обучаемость. То есть здесь обучаемость у человека плохо, но не стройте замки в отношении него. Следующая категория или следующий критерий – это моральное качество. Можно сказать так, имидж – это то впечатление, которое производит человек на первый взгляд. Я немножко расшифрую вам. Что касается моральных качеств, качеств, которые присутствуют тому или иному человеку, навыков, самым главным является честность. Поверьте, что брехуна его видно с первого взгляда. Потому вам нужны в бизнесе честные люди. Затем и пятый, конечно, навык, которым, или качество – это коммуникабельность. Коммуникабельность с этим не рождаются. Коммуникабельным человека может стать абсолютно любой человек. И абсолютно любому человеку, который даже себя считает коммуникабельным, необходимо постоянно совершенствовать навыки построения правильного взаимоотношения с людьми. То есть я по-простому говорю – живи так, чтобы не мешать жить другим. И живи так, чтобы от тебя была какая-то определенная польза. Теперь, что касается этих критериев оценки. Вам необходимо будет составить такую табличку. Сделайте ее от руки быстренько. Прямо сейчас номер по порядку, фамилия 1, 2, 3, 4, 5. Это касается этих критериев оценки. И последняя колонка – итог. Ого, первым, кого нужно будет прокатегорировать, я помогу вам это сделать. И сделаю в очередной раз это вместе с вами. Угадайте, кто это. Это вы, самый любимый в мире для себя человек. Первый, кого мы сейчас с вами прокатегорируем, это вы. Возможно, кого-то из вас, особенно тех, которые зашли на нашу сегодняшнюю встречу без видео, я буду спрашивать, чтобы вы мне помогали. Окей? Потому, чтобы я не спросил, включите видео. Поехали дальше. Начинаем с самого себя. Масштабность мечты. Если у вас мечта, прописаны ли у вас цели, спланировано ли у вас достижение ваших целей, и насколько вы верите в свою мечту и так далее. В отношении оценки хочу сказать так. По каждому критерию мы нужно, чтобы оценивали себя в последующем своих потенциальных партнеров и клиентов по 20-ти бальной шкале. Это просто сделать в десятых. 0,1 десятая, 0,2, 0,3, 0,5, 0,7, 0,8, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 4 и до 2. Понимаете, да, в чем я говорю? В десятых. Потому что многие этот вопрос не понимают. Как это оценить себя в десятых? В отношении самого себя могу сказать так. Масштабность мечты даже во время войны. Ничего такого существенного не произошло. Но я могу себя взять и оценить на 1,6 баллов. То есть, вот где-то уровень моей мечты еще не два, но уже даже не полтора. Потому подумайте, насколько вы в жизни хотите каких-либо изменений, конкретно каких. И поставьте себе оценку. Возможно, это будет 0,1. Вы вообще ни во что не верите. Возможно, это будет 0,7. Верите, но не намного. Возможно, это единица. То есть, ваши требования к жизни не совсем большие. Возможно, они немножко завышены. И это нормально. Будешь целиться в Луну, попадешь в Орла. Будешь целиться в Орла, попадешь в Землю. Потому поставьте себе, пожалуйста, эту оценку. Поставьте. Поставили? Окей. Для того, чтобы это было понятно, ну, у кого я спрошу. Давай, Таня Герных, будешь мне помогать. Какая у тебя величина твоей мечты? Как ты ее оценивала по этой шкале? Добрый вечер. Ну, у меня, я так думаю, скорее где-то 0,4. Что у тебя на сегодняшний день масштабы твоей мечты 0,4. Да? Да. Это вот с категории шеф, все пропало, все пропало, все пропало, шеф, все пропало. То есть, 0,4. Окей. Но это никакой критики. Это просто-напросто твоя оценка. Вот и все. Лариса Массиенко, у тебя, спрошу, у тебя какая оценка по 20-ти бальной шкале? Озвучь. Добрый вечер. Не знаю, может быть, 5-6. Я тоже где-то на том... Это 20-ти бальная, 0,1, 10. Это 0,5, да? Не-не-не, да. 0,5, 0,6, да-да. Ого, у тебя тоже все пропало. Вот смотрите, у нас на встрече, я рад и огромная признательность, Андрей Жиров, Соринг-менеджер, который на ней присутствует. Вот смотри, Андрей, а у тебя какая оценка? Это Соринг-менеджер. Ну, могу я спросить? Соринг-менеджер. Пробел нажми на клавиатуре и все. А-а-а, блин, не слышу. А так хотел бы услышать. Но ничего, я у тебя обязательно сегодня спрошу. Хорошо? Саша Груздев, у тебя какая оценка? Сколько ты себе поставил? Ну, смотрите, на первое поставил. Так, так, так. Разом виходит 1,6. Не-не, масштабность мечты сколько у тебя? А, масштабность мечты? Да. Масштабность мечты 1,6. 1,6. У меня тоже 1,6. Круто, понимаешь-ка? То есть это круто. Понятно вот этот вариант? У кого-то 0,4, у кого-то 0,5. То есть чем меньше мечта или меньше уверенность в ее реализации, тем ниже оценка. Чем больше ты себя чувствуешь, но не на 100%, она может быть вот туда, ближе к двойке, но не два. Теперь в отношении состояния здоровья. Мне часто приходилось сталкиваться, проводя открытые показы маркетингового плана или презентации по бизнесу, когда на презентацию по бизнесу кто-то приглашает пожилых людей, которые на ходульках даже приходят или их на инвалидном кресле привозят в возрасте 75 лет. Ну зачем этому человеку презентация по бизнесу? Понимаете, о чем говорю? Иногда бывает человек находится в крайне тяжелом состоянии, у него третья, может быть четвертая стадия онкозаболевания или у него гипертония. Его приглашают на презентацию по бизнесу. Так вот, этот критерий оценки нам необходим для выявления того, что первично это потенциальный партнер или потенциальный клиент. В отношении себя, если вы чувствуете себя достаточно хорошо, то есть у вас молодецкое здоровье и так далее, поставьте себе более высокий балл. Если вы не совсем хорошо себя чувствуете, поставьте себе балл немножко ниже. Важный момент. Допустим, что касается меня, взрослый человек и так далее, не все уже со здоровьем нормально, но слава богу, за продукты forever, всю администрацию каждого сотрудника и за сбройные силы, то есть я себе поставил 1,4. Оцените себя и поставьте себе балл. Какой у вас, Тарас Анатольевич, какой у тебя балл? Ну, где-то 1,4, не больше. 1,4. Окей, спасибо. У кого я еще? Майя Рагимова. Сеньор менеджер, скажи, пожалуйста, какой у тебя балл? Ну, слышно меня? Да. Добрый вечер. Ну, смотрите, я бы поставила себе, учитывая мой такой, как вы сказали в самом начале, гипертонические моменты и все прочее, возраст и так далее, я бы все-таки себе поставила 1,8. Вот я почему-то так. Крутяк, супер, так и ставьте. Так и ставьте, это нормально, это ваша объективная характеристика, и она важна для того, что в последующем, также объективно, вы будете характеризовать каждого человека из списка своих потенциальных партнеров и клиентов. В отношении обучаемости поставьте себе оценку, поставьте себе балл, как вы себя считаете, насколько вы являетесь обучаемым человеком. Это вы у меня спрашиваете или уже следующее? Хорошо. Майя, скажите, сколько вы себе? Я, наверное, поставила бы все 2 балла, потому как у меня даже муж меня ругает. Сколько можно учиться? Окей, поставили 2. Спасибо. Андрей, разобрался, где звук включать? Нет? Ну, вот такое. Андрей, сколько ты себе поставишь? Сколько, вот смотрите, в отношении обучаемости ставит целый соринг-менеджер, руководитель большой организации? На пальцах покажи. 1,2. Супер. Смотрите. Спасибо, Андрей. Я софигировый менеджер. Угадайте, сколько я себе поставил? 1,3. То есть, ну, категорично подхожу к этому. Иногда, не каждый день я могу прочитать 15-30 страниц. Иногда бывает. Поехали в отношении моральных качеств. И первое, о чем я говорил, это ваша честность. Насколько вы можете себя характеризовать, как честного, порядочного человека, который представляет, знаете, как на других людей хорошее впечатление. Интересно подумать, правда? И себя оценить. Подумали? Нет. Ирочка Ищенко, скажи, пожалуйста, вот ты супервайзер, хороший супервайзер, офигенный супервайзер для своего спонсора. На 1,5. На 1,5. Круто. Правда. А что не на 2? Ну, не настолько, я считаю, что я прям уж хорошая для всех людей. Окей, спасибо. Либо, Юлечка Жмуденко, скажи, пожалуйста, у тебя какая оценка в отношении обучаемости? Как ты считаешь себя обучаемым человеком или нет? Цифру. Насчет обучаемости я поставила себе 0,5, потому что я супервайзер уже 3 года. 0,5. О-о, хорошо. Ну, ты же тут такая не одна. Для того, чтобы у тебя все получилось хорошо. Я сейчас спрошу еще у одного моего самого любимого супервайзера, у Тани Гирных. Таня Гирных, скажи, пожалуйста, в отношении обучаемости какая у тебя оценка? Так, я поставила единичку, хотя я не скажу, что это всегда соответствует. Бывает, тоже пропускаю. То есть, окей, единичка. И вот теперь контрольный вопрос. Танечка, сколько ты уже являешься супервайзером? Я уже супервайзер 8 лет. 8 лет. Юлечка, еще не все потеряно, понимаете? И ценность каждого из вас в том, что вы до сих пор здесь, понимаете? Я знаю многих менеджеров, старших менеджеров, цорингов, сапфиров. Их уже давно нет, forever. А вы еще здесь. Потому, если вы еще на сегодняшнем обучении, то ваша оценка должна быть немножко выше. Следующий момент – это коммуникабельность. Это не тот, кто умеет разговаривать, а тот, кто умеет строить беседу и отношения с другими людьми правильно, используя языковую речь. То есть, насколько вы являетесь коммуникабельным человеком? Или же к вам это вообще не относится? Какую оценку вы себе поставите? Возьмите, поставьте. Оцените себя, насколько вы коммуникабельны. Как вы считаете? Возможно, кто-то другой считает вас по-другому. Есть, да? То есть, протопали мы вот по этим критериям. А теперь возьмите, суммируйте все эти цифры по горизонтали и напишите суммарную цифру по масштабности мечты, по состоянию здоровья, по обучаемости, по моральным качествам, насколько вы честны человеки, коммуникабельности. В сумме сколько это получается? В сумме. В сумме. Окей. Смотрите, друг у друга, там в семье подглядывать не надо. У каждого свое, понимаете как? И нет правильного ответа, и нет неправильного ответа. То, что вы делаете, это вы делаете для себя. И не надо выглядеть иногда лучше в глазах других людей, лучше выглядеть объективно. Юля Жмуденко, скажи, пожалуйста, какая у тебя суммарная? Оценка. 4,8. 4,8. Окей. Обведи это в кружочек. Хорошо. Вот. Андрей Жиров, скажи, пожалуйста, сколько у тебя? На пальцах может показать или скажи. А, сложно. Блин, надо этот язык глухонемыточить. Галя Романчук, сколько у тебя? Добрый вечер. Юрий Александрович, у меня 3,5. 3,5. Окей. У кого больше? У кого меньше? Нет неправильных ответов и нет правильных ответов. То, что есть, это объективная оценка того, что есть. Теперь смотрите. Для того, чтобы более объективно вы могли себя оценить со стороны, вот эту работу вы можете провести вместе со своим спонсором. То есть попросите своего спонсора, чтобы он для вас по этим критериям рассказал вам правду. Можно я секунду отвечу? Это, по всей видимости, доставка. Это новая почта, драгоценная продукция от Forever меньше, чем за сутки приехала ко мне домой. То есть, вот, окей. Смотрите дальше. И вот здесь запомнят такие хорошие вещи. После того, как вы составите список потенциальных клиентов и партнеров, переносите их в этот список. И вот по этому критерию возьмите, оцените. Я скажу, зачем это необходимо знать. В нашем бизнесе обычно принято так, особенно у новичков. Новичку комфортнее приглашать какого человека в бизнес? Того, у которого мечта меньше, того, у кого состояние здоровья хуже, который тупее, у которого с моральными качествами вроде бы все в порядке, но не настолько круто, как у вас. И который, возможно, не является столь разговорчивым, каким являетесь вы. И это не только у вас одного. Это почти у всех. Так, так, у меня было, мне гораздо проще разговаривать с тем, кто младше меня. Мне гораздо проще разговаривать с тем, у кого денег меньше. Если у меня есть машина, мне гораздо проще говорить с тем, у кого машины нет. Если у меня есть дом, мне гораздо проще говорить с тем, у кого дома нет. Правда? И вот это является вот этим комфортным заблуждением. И вот смотрите, после того, как вы составите список вот здесь и начнете характеризовать каждого, оцените каждого. И, к примеру, если у вас суммарно шестерка, вы приглашаете того, кто слабее вас, у него четверка, вы приглашаете того, кто слабее вас, или он приглашает того, у кого два с половиной, этот, у кого два с половиной, приглашает того, у кого единица в сумме, этот вообще приглашает нуля. И получается, что вы потратили какое-то время, вы провели достаточно большое количество презентаций бизнеса, презентаций продукции, у вас вроде бы и люди подписались, и большинство из них это привилегированные клиенты, которые с большим напрягом стремятся достичь квалификации ассистент, супервайзера и так далее. И вы начинаете думать, по всей видимости, бизнес forever не работает, а если работает у кого-то, то точно не работает у меня. И все, и капот, и люди разворачиваются и уходят, инвестировав много своего времени, не получив результат. И вот здесь идея должна быть другая. Да, действительно, возможно, на начальном этапе для приобретения определенных навыков подачи информации вы можете использовать людей вот по этому принципу. Те, которые, ну, не хуже, они другие, но с более низкой характеристикой оценки. А потом, в определенное время, чем лучше, чем быстрее, тем лучше, вы начинаете спонсировать свои недостатки. Если у вас шесть, вы приглашаете в бизнес того, у кого шесть с половиной. Не такого, как сам, и лучшего, чем сам. Понимаете? Не такого, как сам, и худшего, чем сам, а такого, как сам, и лучшего, чем сам. Он приглашает того, которого, по вашей оценке, может быть восьмерка. Восьмерка приглашает того, у кого девять с половиной. И что происходит с вашим бизнесом? Качество людей в глубину, в каждой отдельно взятой вашей группе, оно увеличивается. И тогда вы не стараетесь быть профи во всем и самым лучшим для всех своей организации. У вас формируется настоящая команда, в которой каждый отдельно взятый человек чем-то, возможно, превосходит даже своего спонсора. Как правило, люди с большим количеством вот этих суммарных баллов, у которых по этим пяти критериям, даже с вашей точки зрения, все хорошо, они будут самостоятельными дистрибьюторами, самостоятельными лидерами, периодически консультироваясь у вас, и вы тогда начнете получать комфорт от этого бизнеса. То есть, если вначале, работая со слабыми, вам комфортно, работая с сильными, у вас есть много страха. И вот здесь запишите такую фразу, вы должны помнить всегда, всегда спонсируйте свои слабости. Что это такое? Если у вас нет высшего образования, приглашайте в бизнес людей с высшим образованием. Если вы наемный сотрудник, приглашайте в предпринимательство. Если у вас нет машины, а вам нужна машина для развития бизнеса, приглашайте тех, у кого машина есть. Если у вас машина есть, и ей 20 лет, приглашайте того, у кого машине 10 лет. Он пригласит того, у кого 5, а тот, у кого 5, пригласит того, у кого годовалый двухлетний автомобиль. Если у вас нет дома, приглашайте в бизнес людей с домом. Если у вас нет квартиры, приглашайте людей с квартирой. Понимаете, о чем говорю? Приглашайте в бизнес людей, которые имеют то, чего не имеете вы. И вот это мы, то, что мы только что с вами проделали, я это называю рекомендация наверх, а это рекомендация на низ. Здесь необходимо запомнить принципы действия бизнеса forever, сетевого бизнеса. 80% товарооборота будет создано 20% вашей структуры. Ценность структуры не в количестве дистрибьюторов, а в ключевых людях. Запомнили? Ценность структуры не в количестве дистрибьюторов, а именно в ключевых и качественных людях в вашем бизнесе. Скорость и качество развития вашей структуры будет определяться уровнем людей, которые обладают самым высоким набором личных качеств. То есть скорость и качество всегда определяется вот именно этим набором. И вот продвижение вверх, ребята, это лучший способ это все выявить и сделать. То есть это дополнительная работа, которая заставит вас немножко задумываться, что касается списка всех своих знакомых. И теперь зачем же вам нужны эти критерии оценки? Вы можете сказать, что у меня достаточно большой круг знакомых, но я не знаю, у кого какая мечта. Мы никогда с ними не говорили о состоянии собственного здоровья. Я не уверен в том, насколько этот человек обучаемый. Я не совсем ориентируюсь в его моральных качествах. У нас не было каких-либо кривотолков в отношении его честности. Ну, разве что коммуникабельность я могу оценить и не больше. Так вот, вот ответы на эти вопросы от людей со своего списка должны быть прежде, чем этих людей вы пригласите на презентацию по бизнесу или презентацию продукции. Понимаете, о чем я говорю? Вы можете поговорить и сказать, Наташа, мы с тобой знакомы миллион лет, но я никогда не слышала о тебя, о твоей мечте. Есть ли она у тебя? И если есть, то что это? Как она выражена? Можно так говорить? Это очень интересно. Это тема, которая интересует абсолютно любого человека. Абсолютно. Следующий вопрос. Я никогда не спрашивал у тебя о состоянии твоего здоровья, о состоянии здоровья членов твоей семьи. С какими иногда заболеваниями вы сталкиваетесь, с какими трудностями вы сталкиваетесь для решения проблем, связанных со своим здоровьем и так далее. Понимаете как? То есть вы получите объективную характеристику, которую надо будет вот с той тыльной стороны вашего списка в отношении этого человека, каждого члена его семьи описать. Как кто-то скажет, да вообще великолепно. Но с первого раза не спрашивайте у него, как ты себя чувствуешь, а пользуешься для ты диетическими добавками. И вот если не пользуюсь, я тебе хочу предложить. Пойдете гулять сразу, куда пошла гулять та женщина, которая когда-то мне продала стиральный порошок. Понимаете? Нет, в момент проведения этих коммуникативных встреч, то есть по телефону, личных встреч, вопрос, что касается бизнеса и продуктов, в этот момент не стоит. Ваша задача – узнать у человека как можно больше, условно оценить то, что он вам расскажет и вписать его в свой список. И вот через неделю или две, когда у вас есть объективная характеристика этого человека, вы можете ему позвонить и сказать, даже если это слабо знакомый человек, ты, наверное, меня помнишь. Мы с тобой тогда-то, тогда-то говорили о том-то и том-то. Есть ли у тебя альтернатива решения этих вопросов? Большинство людей говорит мне, по всей видимости, мне есть, что тебе предложить. И все. Приглашаете на встречу, приглашаете на встречу в Zoom, в Skype, на личную и продолжаете работать. И вот тогда человек будет слушать вас, а не когда вы с нулевой информацией его пригласите для того, чтобы познакомиться со своим спонсором. У меня такая история была не один раз. У нас не одна женщина, ну, не одна, а много женщин-дистрибьюторов моего бизнеса приглашали своих подруг. Я хочу пригласить тебя на встречу со своим спонсором. А те им отвечают, на хрена мне твой спонсор, если у меня муж неплохо зарабатывает. Понимаете как? То есть, ну, разные моменты. В отношении обучаемости разобрались, в отношении моральных качеств разобрались. А как спросить о моральных качествах? А всегда ли ты в своей жизни делаешь правильные поступки? Сожалеешь ли ты о том, что сделал когда-то что-то не так? Насколько ты всегда говоришь правду? Понимаете как? Простые, открытые вопросы, на которые вы получите расширенные ответы. А расширенные, его надо к этому сподвигнуть. Но эта информация у вас должна быть и у вас в последующем при приглашении человека на встречу, ну, она будет легко, эта встреча и максимально большое количество людей со списка ваших потенциальных партнеров, клиентов на эти встречи зайдут или дойдут. Вот и все. Вот и все. Все очень просто. И работайте с теми, с кем комфортно и работайте с теми, кто лучше вас. И следующая еще маленькая рекомендация и все. Кого необходимо в своем списке всех знакомых выделить в первую очередь. Потом вы их перенесете в список потенциальных клиентов и партнеров. Для этого вы можете взять разные алюминисцентные маркеры. Это должны быть следующие категории людей. Первая категория людей. Угадайте, кто? Это бывшие предприниматели и бывшие бизнесмены на сегодняшний день в условиях войны с оккупированных территорий. Даже у нас огромное количество людей потеряли те бизнесы, в которые вкладывали много своей любви, души, усилий и денег. Правда? Много ведь таких. То есть номер один – это бывшие предприниматели и бизнесмены. То есть эта категория людей, она мыслит совсем другим образом. Она не ищет работу за зарплату. Эти люди берут ответственность за свою жизнь в свои собственные руки, генерируют любое дело с нуля. Любое с нуля. И сами начинают его развивать, а потом начинают это все множить. Первое. Вторая категория – это люди, которые занимаются малым бизнесом. Почему я не пишу сюда категорию больших бизнесменов? Не с одним десятком людей, которые имеют предприятие, которое приносит им десятки, сотни миллионов гривен каждый год, они смогут сфокусироваться именно на этот бизнес. Они даже иногда говорят так, мне некогда думать в отношении того, когда какую таблетку или капсулу, или когда твой сок алоэ пить. Как правило, у этих людей есть или жена, или секретари, которые ему напоминают, когда и в каком количестве. А лучше всего, как сестра в больнице приносит эти таблетки, он выпивает, запивает и все чухает дальше. Но люди, которые заняты малым бизнесом, они всегда в поиске возможностей. Как правило, это люди, которые работают на себя, они уже пахались в своем предприятии. Потому что две руки, две ноги, одна голова и 24 часа в сутки выше собственного роста не прыгнешь. Они хотят лучший дом, лучшую машину. Они хотят больше жертвовать на сбройные силы Украины и так далее. Это нормально. Третья категория людей – это врачи и педагоги. Как вы думаете, почему врачи и педагоги? Не потому что одна из групп продуктов у нас диетические добавки к рациону питания. Видите, как я говорю, не БАДы. БАДов вообще в Украине нет. А есть диетическая добавка к рациону питания. Зразумели? Не БАДы. Нет у нас БАДов в номенклатуре нигде. Диетическая добавка к рациону питания. Нет, я их к этой категории людей вынес лишь только по той причине, что это люди, которые учились, учатся и они умеют учиться. Понимаете, да? У них очень высокая оценка будет в критерии обучаемости. Хотя они могут не обладать такими лидерскими качествами. Затем, да, я знаю большое количество… Врач, не люблю это слово, доктор мне бы очень нравится. Вот на английском тоже доктор звучит. А врач у нас на сербском – это мошенник, понимаете, врач. Так оно переводится. То есть в отношении докторов. Некоторые все знают. Все знают, и это знают, и это знают. Вот с этой категорией людей необходимо уметь строить правильные отношения. Обычно для того, чтобы донести до них информацию, я начинаю с такой фразы. Я знаю, что ты это знаешь. И затем дают то, что мне необходимо ему услышать. Вот видишь, я же говорил, что ты это знаешь, хотя там был полный ноль. То есть это категория обучаемых людей. И не у всех у них все хорошо складывается в отношении материального в их жизни. И умершие доктора не врут. Обычно врачи имеют состояние здоровья гораздо хуже, чем их пациенты. У сапожников всегда сапоги рваны. Не все это не относится ко всем, но это имеет место быть. Есть такое? Бывшие владельцы малого записали доктора и учителя. Следующая категория людей. Такие, как мы. Люди, которые работают в индустрии сетевого маркетинга. И всегда помните одну рекомендацию. На что вы должны фокусировать взаимоотношения. Ни один дистрибьютор не уйдет даже с самой конченной компанией. Самым плохим продуктом, если у него выстроены правильные взаимоотношения с линией спонсорской поддержки. Услышали? Если у него нормальные взаимоотношения с его спонсорами, он никуда не сдвинется с места. Потому один из контрольных вопросов. Вы не спрашиваете, как у него обстоят дела. Не сравнивайте маркетинговые планы. Не сравнивайте качество продукции, ценообразование. Это не имеет никакого значения. Это потом. А на начальном этапе спросите. Расскажи мне немножко о своих спонсорах. Понимаете? Только честно. И некоторые люди говорят, у меня проблемы во взаимоотношениях. А у них же, у твоих спонсоров же есть еще спонсоры сверху. И с этими проблемы. А там еще есть. А эти за границей. А этих я никогда не видел. То есть получается, что ты тянешь все сам. Ну, получается так. А кто же тебя строит перед твоей группой? Кто твоим дистрибьюторам говорит о твоих лучших качествах? Если они их не замечают. Ну, наверное, нету такого человека. Понимаете, о чем говорю? Вот это вот то состояние, когда человек, возможно, готов что-то изменить. Возможно, вы для него будете лучшим спонсором. Но если вы не совсем уверены, что вы являетесь таковым, или суммарно по своей личной оценке у вас меньше баллов, чем у него, у вас есть спонсор с большей системой ценностей, с большими показателями, большими заслугами. Тогда просите у своего спонсора провести встречу с этим человеком. Ведь я в Forever пришел с другой компанией. Понимаете? Пришел готовый с навыками, знаниями, с целями, с мечтами. И таких много. И Forever лучший вариант для выхода на сетевую пенсию. Я вам точно говорю. Лучших нет. Стабильность, надежность, гарантия, качество, сила любви, приемлемость. Лучший вариант. Просто этот лучший вариант этим людям можно будет донести лишь только тогда, когда вы узнаете, какие на самом деле у них истинные взаимоотношения с их спонсорами. Потому, мои драгоценные, я не буду отнимать у вас время. Спасибо вам за ваше время. Спасибо, что у вас высокая оценка по обучаемости. Я думаю, что-то новое, как и обещал. Я вам рассказал, о чем вы действительно не знали. Вы начнете, проконсультировавшись у своего спонсора, использовать это в своей практике. Ну и до встречи на наших просторах необъятного бизнеса forever. Так что будьте здоровы, будьте счастливы. Мира всем нам над головой. Спокойных, нормальных ночей и дней. А вам мужество в постановке более грандиозных целей. Мудрости и терпения по ходу того, как вы это будете достигать. До свидания. Доброй ночи. Дякую. До побачья. Доброй ночи.